В ресурсах о технологиях я часто нахожу новости о новых нейронках и огромное количество ссылок ведет на HagenFace. Это такая платформа и сообщества, которые сосредоточены на разработке и распространении искусственного интеллекта. Здесь очень много нейронок всевозможного назначения, которые можно использовать, тестировать и, что самое главное, интегрировать в свой проект. HagenFace можно использовать бесплатно и без регистрации. Есть, конечно, платная версия, можно ознакомиться с тарифами, но это больше для разработчиков. Регистрация займет буквально пару кликов и даст несколько дополнительных возможностей. Как минимум, если вы планировали выкладывать свои проекты. Но даже если это в планы не входило, регистрация позволит вам подписываться на разработчиков и получить вот такой вот приятный личный кабинет. Теперь основные возможности. Нас интересуют вкладки вверху. Модели. Здесь мы переходим к списку всех моделей, которые представлены на HagenFace. На момент записи этого скринкаста их более 800 тысяч. Ориентироваться в них непросто, но есть ряд фильтров. В левой части экрана они все сгруппированы по назначению. Кроме того, можно группировать по библиотекам, датасетам, языкам, типу лицензий и прочим параметрам. В рамках каждой группы можно отфильтровать модели. Например, по трендам, количеству лайков, скачиваний и дате загрузки. Выберем, например, самую скачиваемую. Более 200 миллионов. Впечатляет. Вверху есть теги, которые дают краткую информацию о модели. Также есть подробное описание и сама модель. На платформе, повторюсь, представлены опенсорсные нейронки. Вы можете посмотреть файлы и доступные версии модели. А также в описании все нужные ссылки, например, на репозитории и документацию, которая максимально подробно описывает модель. Идем далее. Датасеты. Библиотека предоставляет огромное количество готовых датасетов из различных источников. Они также сгруппированы по нескольким параметрам, и их можно фильтровать. Если вы не разработчик, а просто активный пользователь нейронок, как я, например, тогда самая важная вкладка – Spaces. Здесь находятся уже готовые к использованию решения. Их огромное количество, и ими можно пользоваться абсолютно безлимитно. Хотелось бы, конечно, более четкой группировки по разделам, но, по крайней мере, можно фильтровать по нескольким параметрам и искать нейронки по названию. Как правило, название говорит само за себя. Давайте посмотрим, как они работают. Попробуем для примера Whisper. Открывается он прямо на платформе Hugging Face и готов к использованию. Whisper позволяет расшифровать аудиофайл, то есть перевести аудио в текст. Буквально на прошлой неделе Меджорни заявил о том, что теперь веб-версия доступна для всех. Просто загружаем файл, жмем «Исполнить». Исполнено. Текст можно скопировать, и распознал он его довольно приемлемо, даже со знаками припинания. Автоматические субтитры на YouTube тут и рядом не стояли. Ну и посмотрим еще что-нибудь. Мне всегда актуально удаление фона с фото. Вводим в поисковике. Hugging Face предлагает сразу несколько вариантов. Отфильтруем по количеству лайков и потестим. Загружаем фото. Нейронка автоматически сама анализирует его. И вот, собственно, результат. Изображение можно сохранить. В завершении, что еще есть на Hugging Face? Есть раздел «Постс», где, по сути, можно следить за новостями платформы. Раздел «Документация», где можно почитать подробнее обо всем, что здесь есть. И много чего еще, что можно изучить самостоятельно. Самое главное в таких платформах – аккуратно относиться к опубликованному контенту и изучать сопутствующую информацию. Не все модели одинаково полезны. И хотя Hugging Face, безусловно, уделяет внимание мерам безопасности, но платформа-то открытая, и поэтому новости о вредоносном ИИ нет-нет, да и появляются. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.